МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Артур Королев. Я тот, с кем не стоит спорить. Однако, если вы не замешаны в темных делах, вам ничто не угрожает. Тем более, что мое тело сейчас лежит в одном из московских моргов. Мой друг проводит опознания, а близкие готовятся проститься со мной навсегда. Такова плата за мою работу. На то задание могли отправить кого угодно. Но отправили нас с Серегой. Именно оно и перевернуло мою жизнь раз и навсегда. Красиво, они место выбрали, да, Артур? Вот здесь их и встретим. Не хотел тебе говорить. Я скоро уезжаю, старик. Ответ на мой рапорт пришел. Четыре месяца назад подавал. Хочу учиться продолжить. Мальцев одобрил. Характеристику подписал. Ну и что ты молчал? А что тряпаться-то? Ответ только сейчас пришел. КРИКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вижу цель. Спокойно, Артур. Ждем. Серега, их тут как собак нерезанных. Вижу, вижу. Спокойно, Артур. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У них заложенцы. Вижу. Серега, это же французские журналисты. КРИКИ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какой приказ, командир? Был приказ убрать все цели. И заложность убрать? Артур, был приказ. Серег, ты что, охренел, что ли, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АБУ, АБУ, УНА САСАДА! САСАДА! АБУ, АБУ! АБУ, 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 АБУ! Ты знал про заложность? Я тебя, сука, спрашиваю, ты знал про заложницы? Ты сопли не распускай, солдат, ты на войне и должен выполнять приказ Абу, я их нашел, буду убирать Здесь не мы решаем, а за нас решать, понял? Субтитры сделал DimaTorzok Королев Артур Витальевич, сержант, стрелок-разведчик, армейский спецназ, холост Из близких родственников только отец В данный момент проходит службу в зоне активных действий Характеризуется положительно Высокий уровень физической и профессиональной подготовки Стрелок экстра-класса Способен к быстрому самостоятельному принятию решений И их последовательному выполнению Самодостаточен А недостатки? Неуживчивость с командным составом Не всегда разумная инициатива при выполнении приказа Это все Артур Королев, говоришь ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто вы? Где я? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Живущий сыкин сын. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасенные нами журналистки стали угрозой для преступников, а мы свидетелями, которых нельзя оставлять живых. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА -"Здравствуйте, Борис Глебович". -"Здравствуй, Литвинов". -"Последнюю партию Абу продать не удалось". -"Почему?" -"Ситуация вышла из-под контроля". -"Как так?" -"Борис Глебович, за все время это единственный прокол". -"Алексей Петрович, люди, чьи интересы мы представляем, не интересуются количеством ваших проколов. Им нужно четкое выполнение задач. Короче, нужно все заканчивать. Убери всех, кто хоть что-то об этом знает. Ты меня понял? А раз понял, выполняй. И как можно быстрее". ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА -"Здесь оставаться опасно. Завтра я вас увезу на дорогу. Через перевал пойдете сами". ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА -"Я вспомнил этого старика. Он попал на мушку моего прицела за день до нашего последнего задания. Мог ли я знать, что именно он спасет нам жизнь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, не из нашей войны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, Серег, долго нам тут еще валяться, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пока цель не появится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В тот день комбат Дегайло отправил нас расстрелять Неву с духами. Позже я узнал, это были подельники того самого Абу, который пытался продать француженка в обход Дегайло. Комбат решил наказать Абу и уничтожить его связных. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Внимание, движение! Вижу цель! Огонь по готовности! Сделай их, Артур! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, уходим! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С этого все и началось. Абу узнал о расстреле Невы и решил избавиться от журналисток. Но нож комбата опередил его и отправил нас, чтобы уничтожить всех. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как звать-то тебя, отец? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это не важно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Будь здоров, отец. Давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Храни тебя Аллах. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Что происходит с чёрным закатом? Подбираем новых исполнителей, товарищ генерал. Как твой сержант? Королёв лучший из всех, которых я видел за последние два года. При выполнении заданий неоднократно проявлял весьма неординарный подход к их исполнению и очень живучий. Недавно во время выполнения задания он попал в засаду. Через четыре дня после этого все решили, что всё. Документы стали готовить для отправки на родину. А он на пятый день сам вернулся в расположение. Другого такого же нам, Лев Николаевич, сейчас не найти. Ты думаешь... Ну, хорошо. А рядом с ним из наших кто-нибудь есть или нет? Гаврюшин из группы Литвинова. Не мне объяснять, что для нас значит чёрный закат. Нам нужен высококлассный специалист. Я сам выезжаю на встречу с Королёвым в начале будущей недели. О чём вам доложусь? Ну ладно. С выездом не задерживай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю. Сержант Королёв? Так точно. Вы из штаба? Да нет. Я из другого ведомства. Позвольте присесть? Да, конечно. Артур Витальевич, капитан Мальцев должен был вам сообщить о награждении вас орденом мужества. Мои поздравления. Спасибо. Благодаря вашему неподчинению выжили очень важные свидетели. Благодаря вам выжил ваш друг и напарник Гаврюшин. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я предвидел, что задание может быть провалено. Дегайло не дал нам времени на подготовку. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Товарищ майор, данные радиоперехвата. Давай. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Товарищ майор, старшина Гаврюшин и сержант Королев по вашему приказанию прибыли. Разрешите доложить? Валяй, старшина. Задание выполнено, все цели уничтожены. Рапорт где? Товарищ майор, мы только прибыли. Больше суток не спали. Потом выспитесь. Есть дела и поважнее. У капитана Мальцева получите подробные инструкции. Начало движения через один час. Вертолет будет ждать на запасной площадке. Товарищ майор, вы, наверное, не услышали. Мы больше суток на ногах. Что ты сопли распустил? Ты что, не знаешь, что у нас людей нет? Что на задание некого посылать? А Королев с трех выстрелов четыре цели убирает. Вертушки поспите. А чтобы вы не устали, мы вас в самом квадрате высадим. Километра за три до цели. Слишком близко, за секунд. Ты кому перечишь, сержант? Мальцев даст координаты. Свободны. Есть. Есть. То, что комбат Дегайло был связан с Дегайлом, с духами и занимался торговлей заложниками, я узнал позже. Принимая во внимание все ваши профессиональные человеческие качества, мы хотим вам предложить продолжить службу Родине только в другом подразделении. Я сейчас не могу, к сожалению, говорить о подробностях, но, надеюсь, вы понимаете, кого я представляю. Что скажете? Разрешите вопрос? Да. Вы давно узнали о торговле заложницами? Информация поступала в течение полугода. А если знали, то почему не остановили? Или вы ждали, пока мы там всех хлопнем? Давайте прекратим эту демагогию, Артур Витальевич. А то я сейчас начну жалеть о нашем разговоре. Вы знаете, я понятия не имею, кто вы такой, какие у вас там звания, на самом деле, как вас зовут, но смысла в нашем разговоре я больше не вижу. Как только я поправлюсь, подаю рапорт об увольнении. Разговор окончен. Смотрите, не пожалеете об этом, Артур Витальевич. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ полковник! Да? Штаб просили передать. Что это? Фотографии парней неопознанных. Свободен. Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сынок! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Володя Вершова был нашим агентом в отряде Абу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Тогда заложниц точно убьют. А так Абу убьет тебя. Поторопись, и все будет в порядке. Абу нужны только деньги. Володя! Давай, Амир, поторопись. Передай своему хозяину, что я жду денег. Я хочу обязательно знать, сколько за них заплатили французы. Ясно? Ясно. Только мне нужен сеанс по спутнику. Сначала нам нужно отсюда уйти. А потом с Альбеком ты выйдешь на связь. Хорошо. Учти, Володя, если что-то не так, я убью заложниц, а потом тебя. Ты же меня знаешь. Угу. Абу! Абу! У нас сасада! Сасада! До свидания, Володя. Учения! Артур! Артур, подожди! Артур, я не понял, подожди. Меня только из госпиталя отпустили. Парни говорят, ты уезжаешь. А что ж повращаться не зашел? Гаврюшин, на точке уберешь все цели. Вне зависимости от того, кто там будет. Ты понял? А кто там может быть еще, кроме боевиков? Не твое дело. Уберешь всех. Это приказ. Если что-то пойдет не так, пеняй на себя. Понял. Артур, я не понял, что случилось? Серег, я тоже не понял. Подожди, ты толком можешь объяснить, что произошло? Давай не ходи за мной, а? У меня к тебе вопросов больше нет. Я из армии ушел, у меня напарника теперь нет. Друга, походу, никогда не было. Ты думаешь, что говоришь? Охренел, что ли? Думай, да? Да я уже все передумал. Я только не пойму, когда ты скуриться успел, а, напарник? Ради звездочек по заложницам стрелять? Ты... ты обалдел! Я приказ выполнял! Да пошел ты со своим приказом! Артур, подожди! Артур! Багровое небо, свинцовое тучи, И тропы все уже, и горы все круче, И камни острее, и воздух тяжелее, И ты постоянно у смерти в прицеле. Но смерти лицо не старуха с косою, Он дух породатый, ползущий лисою, Он с волчьим оскалом, с палаткой шакала, И падалью шкура его провоняла. Жизнь сочится через пальцы, как песок, А не стоит нам, попав, ему положить, Если пуля не вошла еще в висок, Значит, шансы еще есть, и будем жить. Если пуля не вошла еще в висок, Значит, шансы еще есть, и будем жить. Горюй, права на кому-то! Каль, только поторопь! О-о-о! Сынок родной! Вот это подарок! Подожди, подожди! Я же только собрал тебя встречать! Да электричка так вот пришла! Иди сюда! Сынок родной! Ну чего, как ты? Рассказывай! Иду, 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 иду! Здравствуйте, тетя Гарина! Боже мой! Алюня! Артурчик! Артурчик вернулся! Живой! Как, Василий? Ничего, нормально! Все хорошо, сам увидишь, он зайдет! Мы-то заждались как! Отец валерьянку всю скупил в аптеках! Мы же слышим по новостям! Одну взорвали колонну, другую колонну взорвали! Все нормально! Пойдем в дом! Радость-то какая! Все! В дом! В дом, Артурчик! Проходи! Помнишь, тут ступень-то! Привет, мамуль! 12 лет прошло! Не верится! Вот жизнь как устроена! Что имеем, не храним, потерявши плачем! Как она с ее сердечком вообще тебя выносила! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артур! Артур, ты? Мы знакомы? Неужели ты меня не узнаешь? Я Анка! Анка, Манка! Ну, соседка твоя! Ты Анка? Да! Анка! В жизни бы тебя не узнал! Ты так изменилась! Ну что, подурнела? Да нет, ты что? Наоборот, похорошела! Слушай, мама говорила, ты на Кавказе служишь? Ну да, служил. Вчера вернулся. Какое совпадение? Я тоже вчера приехала. Откуда? Ну, из Москвы. Я там живу и работаю. Правда, сегодня уже уезжаю. Жаль. Слушай, может, останешься на денек, а? Давай вечером на озеро сходим. Давай, Анна. Не могу. К родителям приехал на один день повидаться перед свадьбой. Замуж выходишь? Угу. Поздравляю. Спасибо. Я его знаю? Нет. Ммм. Ну, парень-то хороший. Ну, как сказать, парень. Он уже серьезный, состоятельный. Мужчина очень добрый. Внимательный, заботливый. Ммм. Старше тебя, да? Намного. А как отец? Да вроде нормально. Я не разобрался еще, правда. Ну, вроде нормально. Передавай привет. Обязательно. Слушай, меня там такси ждет. Боюсь в аэропорт опоздать. Жаль. Я была очень рада тебя видеть. Я тоже. Пока, Анька. Увидимся. Анка. А? Хорошо выглядишь. Пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Борис Глебович. Ты подставил меня по полной программе. Из-за тебя мне придется уехать из страны. И неизвестно, вернусь ли еще когда-нибудь. Борис Глебович, но мы выполнили все ваши требования. Меня волнует только одно. Ты всех зачистил? Ну, да. В глаза смотри. Точно? Точно. Остались только двое стрелков, которые заложницы видели. Они так, мелочевка, ничего не знают. Но если надо, уберем. Просто времени не хватило. Ты идиот, Леша. Немедленно вернись и закончи. Иначе они тебя кончат. Придурок. Мы все сделаем, Борис Глебович. А как же я? Закончишь все, всех вытащу. Если нет, пеняй на себя. Здравия желаю. Проходи, проходи. Что с Литвинова? Все по плану, как мы и предполагали. Он сильно нервничает, допускает ошибки и обнаруживает связи. Как здесь, так и среди боевиков. Нервничает только Литвинов? Хозяева, похоже, тоже. Видимо, планируют убираться. Но смотрите, не спугните там. Когда все побегут, нам легче их будет пройти поодиночке. Давай, батя, за встречу выпьем. Давай. Да. Скажи, ты и тетя Галя? Артур, смотри у меня. Ну, а друзья твои как? Дядь Ген, дядя Марк? Ну, дядя Марк. В Москве он, знаешь, большим делами заправляет. Но недавно вот Гене помог мэром стать. Дядя Гена мэр? А ты как думал? Полгода уж как? Вот это новость. Ну, а ты как? Как завод? Ну, что я? Я ничего. А завода нет. В смысле нет? Ну, как? Ну, в смысле, стены есть, а завода нет. Бюджет о нас забыл. Зарплату 8 месяцев не платили. Из 400 человек 300 уволились. Ну, и я ушел. Они станки, понимаешь, на металл стали распиливать. Хе, приватизаторы. Хреновы. Кузнечный пресс, который я вот этими руками полтора года монтировал, налаживал. Они его за две недели распилили. Ай! Ладно, батя, не кипятись. Криком делал, не поможешь. Да тут ничем не поможешь. Никому мы уже не нужны, Артур. Бать, мне ты нужен. Давай. Давай. Смирно! Равнение на середину. Здравия желаю, товарищ полковник. Вольно. Вольно. Гаврюшин в какой палатке? В крайней. Здравия желаю, товарищ полковник. Иди погуляй. Есть. Да, вижу, забыли вы здесь про дисциплинку. Раскистый здесь, Гаврюшин. Ну, да ничего. Немного уже осталось. Собирайся. Война для тебя закончилась. ВИСТОМВИДЭС ВИСТОМВИДА 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 Да подожди, ну... Да ну! Ну, подожди, ну я ж просил, чтобы сын из арвии приехал. Ладно, сейчас еду. Угу. Кто это? Да. На работу вызывают. Галюшка расскажет. Ладно, не скучайте, я скоро. Давай недолго. Давай-давай, развлеки. СМЕХ Я скоро. Выполнишь одно дело, поедешь в Москву, там тебя ждет приказ о повышении. Здесь в конверте деньги, инструкции и адрес, куда ехать. Как доберешься, сообщишь. Цель узнаешь на месте. Теть Галь, что за работа? Бизнес твой отец организовал. Бизнес? Да ну! Это громко сказано, бизнес. Столярную мастерскую открыл. Он там и грузчик, он там и директор, он там и столер. Вот так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Счет фактура, Жор. Я все расписал здесь. Ну, если что нужно будет, обращайся. Спасибо. Договорились? Договорились. Давай, удачи. Вася Игорешкин отец у него помощником, я у него продавец, бухгалтер, в общем, все в одном. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, смотри! Денег у него нет. А кто звонил-то? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, Виталик, когда бабки платить будешь? Ну, так а что? Делать-то что-то надо. Чем Виталик хуже других? А твоему отцу это нравится, он с людьми общается. Ну и что? Бизнес-то ведет? Ну, как тебе сказать? Не очень. Сходи к отцу, сам увидишь. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Я тебе не Виталик, сопляк. Иди-ка сюда, дружок. Ты что, нюх потерял? Смотри, времечко поджимает. Ну и борзый ты старик. Смотри, я не всегда такой добрый. Что-то случилось? Слышь, видишь, разговариваем. Иди покури. Покури, Вася, покури. Ну что, когда там твой дружок приезжает? Скоро. Что-то мне вообще не верится, что у тебя кто-то есть. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Привет, Василий. Привет, Артур. Вернулся? Вернулся. Как сам-то? Да я нормально. Видишь, настало время бате помочь. Да, сейчас это ему надо. Стоять! Не дергайся. Смотри, старик. Пять дней даю, короче. А дальше на моем языке разговаривать будем. Павел. Так дам сейчас. Лапы убери. Ты кто такой смелый, пророк? Подожди, сын, не вмешивайся. Что надо? Что надо? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Артур! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Подожди, Артур, подожди! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Артур! Артур, что осторожней, угробишь! Хватит, хватит! Шакарья! Все, уроди! Конец вам обоих! Пристрелю! Пристрелю мне! О, гробыши! Кто это, бать? Ракетиры-бандиты. Не хотел тебе говорить, но ты сам все увидел. Василий, давай домой, на сегодня хватит. Ладно. Милицию сообщал? А чего толку? Ты вот что, не кипишись. На днях Марк приезжает из Москвы и разберется. Давай подождем. Договорились? Не, бать, ждать не будем. Эта гнида опять вернется. Дай мне ключи, я парней соберу. Дай ключи от машины. Батя, все нормально, давай ключи. Там, на столе возьми. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бать, милицию все-таки позвони. Артур! Ты осторожней. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 родная, ну. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артур, ты? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты чего сделал? Глобус сказал только попугать. Да плевать я хотел на глобус. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да уйди, да уйди! Ты что делаешь? Валить отсюда надо. В лесу успеем! Давай, вали, вали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Патя! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С приездом, Ольга. Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Марк. Здравствуй. Что с парнем? Молчит. Третий день молчит. Куда ж ты смотрел, Гена? Хороши друзья. Прости меня. Опоздал старик. Не думал я, что все так серьезно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гена, проводи до могилы. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Парня я забираю в Москву. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Посмотрите. А что это? Все, что осталось от мастерской отца Артура Королева. Местные бандиты подожгли, а отец был внутри, сгорел. А что с парнем? Да с ним-то все в порядке. Но я считаю, что его необходимо срочно переправить в Москву, иначе он там дров наколит. Характер у парня будь здоров. В Тархов на похороны поехал Марк Угрюмов. Он друг отца. Я приказал ему привезти Королева в Москву. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никогда не умел говорить банальности. И сегодня не буду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сынок, как смотришь на переезд в Москву? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прольешь сейчас кровь. И что? Тебе легче от этого будет? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, я это знаю точно. Загрямишь лет на двадцать, и хана тебе. Потом уже не выкарабкаешься. Сейчас тебе лучше уехать. Артур, да не трави ты душу. Никто им разгуливать не позволит. Нет. Гена, мы знаем, кто это? Гена, мы знаем. Знаем. Точно? Точно. Послушай, Артур. Сейчас мы с тобой уедем и все решим. Послушай, старика, я тебя очень прошу. Дай мне свой долг перед твоим отцом исполнить. Гена, скажи ментам, пусть этих ублюдков не трогают. Просто следят, чтобы не сбежали. Нам их суд не нужен. У нас свой суд. Правда, Саня? Я на месте. В гостинице на площади забронирован номер. Хорошо. Добрый день. Добрый день. На мое имя должен быть забронирован номер. Андрей Рябчиков. Дайте, пожалуйста, ваш документик. Пожалуйста. Да бронь на ваше имя есть. Пожалуйста, ключик. Спасибо большое. Спасибо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА 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 Марта, Галя, ну-ну-ну-ну-ну, сына, поехали, нам пора. Уживнул золотые руки. А что, скрипач, не поедет? Саня, завтра поездом. Вчетвером в машине тесновато будет. Анночка темная была! Хорошо посидели, да? Да, мне там девчонка особенно понравилась. Такая, знаешь, Жигов? Как ее звали? Марина? О, точно, Марина. Точно. Ноги такие. По ковыр. Как? Уважаемый! А? Да. Не подскажете, как найти в вашем городишке двух мудаков? Это он нам? Вроде вас. Не знаю. Разберись с ним. Ты что, Вася? Ты что, Вася? Слышь, ты что сказал, урод? Э, вы еще что что делают? Да я сейчас все попишу. Давай. Мурас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Извините, пожалуйста, а Королевы где живут, не подскажете? Здравствуйте! Вы на похороны? На похороны? Вообще-то я к Артуру. Так вы ничего не знаете? Нет. У Артура четыре дня назад отец на пожаре погиб. Как погиб? В мастерской своей сгорел. Ах, вот оно что! А Артур где? Так его друга отца в Москву увез. Сказал, ему там полегче будет. Понятно. Скажите, а как друга зовут? Угрюмов. Марк Аркадьевич. А вы кто будете Артуру? Товарищ, спасибо вам большое. Всего доброго. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Алло. Ну? Объект уехал из города. Высни куда и двигай за ним. Понял. Черт! ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Привет, дядя. Здравствуй, брат. Слушай, даже не думал, что мы вот так встретимся. Ты хоть знаешь, кто это? Ты мне только скажи, мы их всех перемочим. Я их родственников всех. Я им кишки повырезаю, брат. Поменьше болтай. Лучше вещи у него возьми. Пойдем, брат. Пока поживешь у меня, в Москве обустроишься, все будет в порядке. Герман? Я сейчас. Что там с косматом происходит? Да не парься, ты угрюмый. С косматом все нормально. Не угрюмый, а дядя Марк. Сколько раз тебе повторять, не называй меня так. Хорошо, дядя. Хорошо. Я реально говорю, с косматом все в порядке. Бабки отдаст, точку отдаст. И пусть себе гуляет куда хочет. Зайдешь завтра, поговорим. А пока... Никого не трогай. Ты понял? Ты меня хорошо понял. Хорошо, дядя, хорошо. Не беспредельничай, Герман. Нарвешься, ни я, ни сам черт тебя не спасут. Иди лучше вот за другом присмотри. Что-то плохо ему совсем. За последние несколько дней двух слов не связал. Хорошо, дядя. Все сделаем. Пока, сына. Пошли, брат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Артур! Артур! Просыпайся. Просыпайся. Просыпайся, и мы хотим тебе город показать. Да кто так будет? Ё-моё! Смотри, как надо! Ротоподъем! Вера! Тихо, тихо, тихо! СМЕХ Ух, какая реакция! Мы подумали, и ты выспался за ночь, захочешь с нами по Москве покататься. М? Выспишь ты тут с вами. Всю ночь такое за стенкой вытворяли. СМЕХ Заговорил, смотри-ка, а? Да. Артур! Так, Юлька, мы не в тему. Ну, имей в виду, погода шикарная, если созреешь, мы тебя ждём. Артур, хорошо? Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, Гаврюшин. Здравия желаю. А ты чего с топором? Дрова рублю, садитесь. Давай руби, а то холодно здесь у тебя. Это список мест, где бывает объект. Он уже в Москве. К выполнению заданий нужно приступить немедленно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что-то не так? Товарищ полковник, а почему его надо убрать? Гаврюшин, ты не заболел? Здоров. Я приказы не обсуждаю и тебе не советую. Слушаюсь. Так, мне пора. О результатах доложишь в течение трех дней. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Объект вышел из дома с Королевым. Веду наблюдение. Ну что, братуха? Может, со мной прокачишься? Негер, езжай. Я прогуляюсь. Следуйте за объектом. Есть. Ну смотри, турист. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вот, почитай. Час назад наружка накатала. Ну что, мысли есть? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Нет, Карпович. Я когда ем, у меня мыслей нет. Ой, да пошел ты знаешь куда? Знаю, знаю, знаю. Дай Чибисову покажу, а? Нет. Языком работай. Ну, в смысле, сам все расскажешь. Угу. Значит так, майор. В 9.15, как сообщает наружка, во дворе Геры Бешеного прозвучал выстрел. Доигрался, гаденыш. Нет, не торопись, Борь. Выстрел действительно был. Но к этому моменту Геры во дворе уже не было. Он вышел из подъезда с каким-то парнем, сел в машину и погнал. Ну, аж сразу за Герой. Слышит, за спиной у себя хлопок. Думают, парня того кокнули. Разворачивается, а во дворе пусто. Исчез парень-то. Так, может, у кого колесо лопнуло? Нет. Ну, наши-то стрельные. Говорят, что выстрел был винтовочный. А что это за парень с Герой выходил? Зовут Артур. Недавно приехал Герин. Вроде как школьный товарищ. Гера Бойцов подтягивает? Не думаю. Потому что у этого парня совсем недавно погибли родители. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не устал? Не, все надо. Молодец. Да, да. Давай, давай. Еще немножко осталось. Молодец. Ты все сделал правильно. Там за лавкой деньги, документы и билет. Либо я, либо из управления на тебя выйдут. Проверь, все ли на месте в сумке. Спасибо, товарищ полковник. Не за что. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Держи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я ведь до последней минуты сомневался, что все получится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я не сомневался. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да... Давненько я ствол так близко от своего лица не видел. Странное чувство. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да не парься ты, Серег. Все позади. Думаешь, нас быстро найдут? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чёрт его знает! Может, дня два у нас есть. Попробуем раствориться? Может, тоже не лаком шито? Нет, Серёг, я не побегу. Будь что будет. Чего же они к нам прицепились? Плевать я на них хотел. Может, ты и прав. Негоже мужику всю жизнь зайцем бегать. Ладно, отсижу часок и поеду в управление сдаваться. Похоже, нет у тебя этого часа. Гаврюшин, майор Кольцов прибыл запроводить вас к полковнику Ершову. Зачем? Расскажите ему, как вы дошли до жизни такой. Да не волнуйтесь вы. Никто вас ни в чём не обвиняет. А гибель полковника Литвинова от руки бандита может считаться логичным завершением его карьеры. Пойдёмте. Гаврюшин, майор Кольцов. А со мной что? А вы не в нашей юрисдикции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полковник Литвинов долго вел собственную игру. Он использовал вас в своих преступлениях. В последнее время Литвинов психовал, выдал все свои связи. Короче говоря, его группировка практически разгромлена. Правда, несколько дней вам придется пообщаться с нашим следственным аппаратом, но на этом все закончится. Хочу подчеркнуть еще раз. К вашей работе у нас претензий нет. Что я должен делать дальше? Для вас уже подготовлен план мероприятий. Новая операция под кодовым названием «Черный закат». Поступите в прямое распоряжение полковника Яршова. Все понятно? Я не слышу ответа, Гаврюшин. Так точно. Ну вот, совсем другое дело. Идите. Разрешите вопрос, товарищ генерал? Попробуйте. Что будет с Артуром Королевым? А вот на этот вопрос вам ответит полковник. Но уже в своем кабинете. Все нормально? Да-да. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Присаживайся, присаживайся. Так-так. Значит, работа нужна, говоришь? А чем заняться хочешь? Пока не знаю. А знаешь что? Иди-ка ты ко мне помощником бармена работать, а? Деньги, может, и небольшие. Зато целый день на людях. Да и рядом со мной будешь. Как? Согласен? Почему бы нет? Когда приступать? Да хоть прямо сейчас. Подойдешь к Валерке, он тебе все и объяснит. К операции мы подключили группировку криминального авторитета по кличке Угрюмый. Рядом с ним наш агент. По прозвищу Скрипач. Зовут его Саша. Какова роль группировки Угрюмова? Угрюмый выполняет заказы на ликвидацию. Наша задача – отфильтровать эти заказы. То, что нам нужно, пойдет в дело. Остальное мы провалим. Какова моя роль? Связь между группировкой и конторой. И координация. Действия Королева. Ну, а что должен делать сам Королев? Ну, а что он лучше всего делает? Стреляет. Ух ты! Вот это реакция! Ты где раньше работал? Горы Кавказа. Не слыхал. На Пушкинской, что ли? Ну да, недалеко. Королев и есть часть операции «Черный закат». Королев? Королев будет лучше, если он будет выполнять нужную нам миссию, не подозревая, что он участвует в операции. И вот тут, Сергей Николаевич, вам нужно будет вести двойную игру. А Королева об операции ни слова. Какова основная цель операции? Главная задача операции – столкнуть между собой группировки. И нейтрализовать лидеров сообщества. Первая, на очереди, группировка некоего вышака. Вышак? Кто это? Криминальный гений. Его следы повсюду. Он внедрился и в политические структуры. Там, где торговля оружием, наркотиками, заложниками, везде обнаруживается причастность вышака. Его уважают все. И все боятся. И еще одна очень интересная деталь. Никто и никогда не видел его в лицо. Да меня угрюмый сам поставил за общаком смотреть. Чтоб такие крысы, как косматы, к нему в карман не лезли. Так что передай мне, еще три дня я бабки на стол. И мне плевать, кому он пойдет. Гоша Астраханскому или еще кому. А бабки не отдаст, то я его сынка Долбанова. По частям к нему в конверте пришли. Понял? Понял ты меня? Все, базар окончен. Пожрать, что есть? Борщ, макароны с котлетами. Накладывай быстрее. Ну а ты что смотришь на меня? Не нравлюсь я тебе, Артур? Так извини, братан, какой есть? Сигареты дай мне. Пойду за сигаретами схожу. Есть сигареты? Не, не курю. Объект вышел из дома. Все спокойно. Продолжаем наблюдение. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Артур. М? Гера почему-то долго поднимается. Ну, а на магазине, наверное, еще. Я ему пять минут назад помахала, он шел к подъезду. Дверь закрой. Из квартиры не уходи, поняла? Поняла. Давай, давай. Что не надо? Давай. Диоргий. Тсс. Стой. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Оба она. Бешеного и Дружкаева в отключке в машину грузят. Что делать? Проследите за ними. Сообщайте о маршруте передвижения. Ясно. Что там? Киру Бешеного. Возле дома какие-то быки рубанули. Везут куда-то. Выдвигаемся. Группу вызывать? Вызывай. Слышь, очнулся. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гош, там еще одного привезли. Он в машине лежит. Кто такой? Друг мой. В гости приехал. Отпусти его. Тебя никто не спрашивает. Мы за ним 15 дней следили, слова с собой не было. Гош, я тебе реально говорю, отпусти его, он не бредила, ты слышишь? Я тебе не Гоша, а Игорь Павлович. Сучок. СМЕХ Слышь, Игорь Павлович, пои, пой, птичка, пока горлышко цело. Ты чего? ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Ты чего, урод? Дурачок. Ты чего, я не понял, ты чего на дядю постоянно будешь надеяться? Мне дядя твой даже слова не скажет, падла! Ты Ромси попутал! Не скажет! Ты прав, Гоша, потому что он с трупами не разговаривает, понимаешь? А ты труп реальный! СМЕХ Ах ты, щенок долбанный, ты когда шевяхать перестанешь? С твоим дядей в восемь лет работал, никогда проблем не было, пока ты слуха не появился! О, косматый, да отвали от него! Второго давайте ведите! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ножками, ножками! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что делать будем, майор? Будем ждать СОБР и выдвигаться. А пока сидим тихо. Оружие проверю. Чёрненька, пошёлся, иди посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только дернись, сука, волосат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Листовь в стене! На колени! На колени! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тварь. Гера, идти можешь? Да, Артур. Артура здесь оставлять нельзя. Знаю, Гера. Да мне стволы творить надо. Ну, суки, живите, твари. Сходим отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, поднимайся. Кто это там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бешеный и дружок его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего делать будем? Берем? Кого? Этих? Или тех, что повылезали? И за что? За хулиганство? Давай лучше подождем, когда можно посерьезно прижать. Ничего, достанем этих сучат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артур, брат, погоди. Спасибо тебе. Я ведь тебе жизнь не обязан. Пошли, Гера. Братан, я не знаю, что будет потом, но я тебе сейчас реально говорю. Будь моим напарником. И все, что есть у меня, будет общим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гер, больница тебе надо. Да какая больница, братан? И вот еще. За разговоры на кухне сегодняшней прости, ладно? Забыли. Спасибо тебе, братан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Кирюха. Здорово, лейтенант. Чего там у Геры приключилось, а? С Герой. Конфликт у них с Косматым из-за боулинга с бильярдной. Ага. Там у Угрюмого доля 50%. Он ее тиснул Гере. Ну, а Косматый, сам понимаешь, за столько лет привык сам рулить, вертеть там, стал подворовывать сколько мог. Ну, само собой. Герой его раз поймал, два поймал. Потом наехал. Сумму ему написал за несколько лет. Ну, естественно, процентик небанковский накинул. И выкатил. Тот офигел. Ну, думает, ладно, как-нибудь разберусь. И к Угрюмому жаловаться. Угрюмый, разумеется, все хотел решить миром. Но Геру, ты же понимаешь, не остановишься. Ну, да. Пусть бухгалтера все посчитают. Скажешь, когда оплатишь, и точка. С Гошей я все перетер. К тебе у меня претензий нет. Ты за беду свою отомстил, гай, так? Так, Угрюмый. Тогда не хмурься, пожалуйста. Если что не так, скажи. Ты меня знаешь, я все хочу решить по справедливости. С тобой все без базара, Угрюмый. Если ты Агеря, да, то в делах ты с ним больше не пересечешься. Если только сам не захочешь. Ты понимаешь, если даже судьба сведет вас на одной улице, ты не поленись, впереди на другую сторону. Хорошо? Парень, он такой малость неравновешен. Ну, что поделаешь, у Бога всего много. Ну, до встречи. Давай, Угрюмый. Только Гера не по понятиям себе повел. Угрожать начал. Сына Косматова зачем-то приплел. Ну, одним словом, труханул Косматый. И Гошу Астраханского на разборы подтянул. Так. Короче, прессанули они Геру конкретно. Если бы не этот германовский дружок, как же его... А, Артур. Закатали бы Геру в асфальт, и конец. Да, кстати, Косматый, чувак гнилой. Просто так не успокоится. Знаем. И зло не прощает. Так что имей в виду Аниськин. Угу. А что теперь? Пацанам отбой дядь? Повременим пока. Зуб даю, этот гаденыш мне в покое не оставит. Поехали. Дядя, ты напрасно его отпускаешь. Эта крыса у тебя бабки таскал. И меня замочить хотел. Худой мир лучше доброй войны. Всех вокруг не нагнешь и не перестреляешь. Надо тебе научиться договариваться. Иначе долго не протянешь. Ты понял меня? Да понял, понял я. Ты меня хорошо понял? Хорошо, дядя Марк. А, так это Артур Геру отбил. Мало того, пацаны говорят, что он Гошиных орлов за три секунды уложил. И Геру спас. А у Гоши парни, кого хочешь, сами в узелок завяжут. Кирюх, а кто такой этот Артур? Что про него знаешь, а? Паша, ничего не знаю. Вот все, что знал, рассказал. Давай мы же через неделю как-нибудь стуканемся. Может, и будет что. Добро, давай. Я пошел. Спасибо, Кирюх. Пока, Пашка. Счастливо. Что-нибудь еще нужно? Нет, спасибо. Здравствуй, Арсен. Здорово. Косматрый, Гера час назад был в офисе. И что? И что? Всю кассу снял, а узнал, что тебя нету. И твою долю умыкнул. Как процент за моральные издержки. Эх, Косматрый. Решать, конечно, тебе, но я предупреждал. Гера тебя еще с таким дерьмом смешает? Да я этого козла уже сто раз бы убил, если бы не угрюмый. Угрюмый, угрюмый. При чем тут угрюмый? Он угрюмому вот уже где. Он сам сказал, у него пацаны все говорят. Эта гнида живет по своим правилам. Решать его надо, Косматрый. Слышишь? Да слышу. Слышу. Только подставляться из-за него себе дороже. Мы сделаем все как надо. Ты только команду дай. У меня люди есть. Приезжие. А главное, что нас с тобой, с ними никто никак не повяжет. Думай, Косматрый. Думай. Здорово, братан. Здорово, Гера. Привет, Артур. Привет, Юлька. Садись, Юляшка. Ну что, по 150 венца выпьем, а, сухенького? Не, Гера, я на работе. Да ладно, дружище, ты что? К тому же сегодня можно. А что, есть повод? Ну, как тебе сказать? Гера. Слушай, ничего у тебя здесь. Неплохо. Мне нельзя. Наливай. Мне можно. Ну что? Ну, давай. Пацан у меня будет, брат. Представляешь? Пацан настоящий. Ну, что ты взял, что именно пацан? Может, ты девочка. Ну, вот еще. Артур, скажи ему, а то он совсем безумил. Ну, конечно, отцом, брат. А ты что, сомневался в моих способностях? Спасибо. Ну, давай, дружище. Давай, папаша. За вас. Герой отец, а? Ну, ты что, братан, налаживается. Я прям чувствую, как налаживается. Да к тому же я еще все свои долги подбил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтоб они знали, что Герой бешеный никого не прощает и никому долги просто так не оставляет. Еще немного, и я Косматова солью нахрен. Я у него заберу бабки, я заберу у него бизнес, заберу бильярд и ресторан. И мы с тобой, браток, такое забацаем. Мама, не горюй. Герой, я смотрю, тебя жизнь совсем ничему не учит, а? Ну, хорошо, хорошо. Но сегодня вечером мы гуляем по-любому, ведь сегодня наш день. Да, Юлька? Ох, ребята, держите меня, сегодня Гера бешеный напьется. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Секунду, я не понял, что за повороты? Мы с тобой о чем договаривались? Прямо сейчас подъехать? Ладно, подъеду сейчас. Ну что, котик, едем? Угу. Братоха, до вечера тогда. Не прощаемся. Давай, Гера. Увидимся, Артур. Пока, Юлька. Никакие отговорки не принимаются, брат. Сегодня гуляем? Давай, давай, папаша. До вечера. Гер, Гера, ключи забыл. Гера. 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 ГРУТ ГРУТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова